О собачьих обычаях То, что я тебе, Дашенька, сегодня расскажу, это не сказка, а сущая правда. Надеюсь, что ты хочешь стать образованной собачкой и будешь слушать внимательно. Много сотен и тысяч лет назад собака ещё не служила человеку. В ту пору ведь человек был дикий, и ужиться с ним было трудновато, и потому собаки жили стаями, но не в лесу, как олени, а на огромных лугах, которые называются прериями или степями. Вот почему псы до сих пор так любят луга и носятся по ним так, что только уши болтаются. Знаешь ли ты, кстати, Дашенька, почему каждый пёс три раза перевёртывается вокруг себя перед тем, как лечь спать? Это потому, что когда собаки жили в степи, им надо было сперва примять высокую траву, чтобы устроить себе уютную постельку. Так они делают и до сих пор, даже если спят в кресле, как, например, ты. А знаешь, почему собаки ночью лают и перекликаются? Это потому, что в степи им нужно было подавать голос, чтобы не потерять ночью свою стаю. А знаешь, почему собаки поднимают ножку перед каждым камнем, пнём или столбиком и поливают его? Так они делали в прериях, чтобы каждый пёс из их стаи мог понюхать и узнать, ага, тут был наш коллега, он на камне оставил свою подпись. А знаешь ещё, почему вы, собаки, зарываете корки хлеба и кости в землю? Так вы делали тысячи лет назад, чтобы сберечь кусок на голодный чёрный день. Вот видишь, какие вы уже тогда были умные. А знаешь, почему собака стала жить вместе с человеком? Было это так. Когда человек увидел, что собаки живут стаями, он тоже начал жить стаями. И так как такая человеческая стая убивала много-много зверей, вокруг её стойбища всегда было множество костей. Увидели это собаки и сказали себе, зачем мы будем охотиться на зверей, когда возле людей костей хоть завались? И с тех пор начали собаки сопровождать людские кочевья. И так получилось, что люди и собаки живут вместе. Теперь уже собака принадлежит не к собачьей, а к человеческой стае. Те люди, с которыми она живёт, это её стая, потому-то она и любит их, как родных. Вот, а теперь ступай, побегай по лужайке. Это твои прерии.